Муравленковцы решают судьбу многолетней сосны. В городских пабликах в социальных сетях жители города предлагают свои идеи на тему «Что делать с деревом, которое растет прямо посреди тротуара около детской художественной школы?» Подробности в следующем сюжете. Многолетняя сосна, которая растет прямо посреди тротуара близ детской художественной школы, стала самой обсуждаемой темой в городских социальных сетях. Жители города уже называют ее добрым городским мемом и даже посвящают ей стихи. Глава города Александр Подорога предложил муравленковцам решить судьбу сосны. И пока большее количество голосующих высказываются за то, чтобы оставить зеленое насаждение. Подсветите его и сделайте арт-объектом по типу «Дерево желаний» или «Дерево счастья». Спилить нельзя, оставить. Я его еще в детстве рисовала из окна художественной школы. А меня папа на санках в садик возил. И всегда мимо этого дерева. Хожу мимо каждый день, и мне это дерево нравится. Однозначно нужно оставить. Есть, конечно, и те, кто утверждает, что дерево травмоопасно, и его могут не заметить юные велосипедисты, а также интернет-зиваки. Еще больше тех, кто предлагает сделать из дерева настоящий арт-объект. Организовать круговую лавочку рядом и установить приствольную решетку, чтобы не навредить дереву и в то же время не испортить тротуарную плитку. Около тысячи комментариев оставили жители города в социальных сетях. Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Высказались и те, кто каждый день проходит мимо многолетней сосны. Лучше его оставить. Почему? Ну, живая природа, не надо ее губить. Пусть растет. Нет, оставить, это украшает наш город. На мой взгляд, наверное, лучше оставить. Почему? Не знаю, мне кажется, все-таки дерево росло много лет, поэтому сейчас его спилить, это уже будет некрасиво. Лучше оставить дерево, потому что наша природа. Судя по многочисленным отзывам жителей, сосну трогать нельзя. Дерево и дальше будет встречать прохожих на тротуаре, как живой арт-объект города. Необходимо лишь установить рядом с ним табличку и придумать к ней подпись. Давайте придумаем ее вместе. Редакция «Муравленка-24» объявляет среди жителей города конкурс на лучшую подпись с обоснованием, почему это дерево необходимо оставить. Например, любимое дерево юных художников или дерево, которое выросло вместе с нами. Свои комментарии вы можете оставить под постом во всех социальных сетях «Муравленка-24» с хэштегом «Сосна на тротуаре». Анастасия Попова, Петр Хаджаев. Новости Муравленка.